Здравствуйте! Сегодня поговорим о мадрипоровых кораллах. Это самая большая группа кишечно-полосных. Она насчитывает свыше двух с половиной тысяч видов. Среди них имеются одиночные и колониальные формы, а колониальных форм подавляющее большинство. Самая характерная черта кораллов этого отряда – наличие мощного известкового скелета, образуемого эктодермой. Скелет у мадрипоровых кораллов сплошной. Известно, что клетки эктодерма многих кишечно-полосных могут выделять на своей поверхности органический скелет. У мадрипоровых кораллов он представлен тончайшими хитиновыми нитями, которые сплетаются между собой, образуя на теле полипа нежную густую стеточку. В ней отлагаются первые кристаллы карбоната кальция. Сначала они располагаются на сеточке подобно отдельным бусинкам, но постепенно сливаются в сплошной тонкий известковый слой, впоследствии преобразующийся в структурные элементы скелета. Эктодермоподошу полипа строят основную скелетную пластину, от которой поднимаются радиальные скелетные перегородки. Толща скелета постоянно наращивается, и у сформированного полипа живые мягкие ткани выглядят по сравнению с мощным скелетом, как полупрозрачная пленочка. У колониальных полипов мадрипоровых кораллов скелетные чашечки сливаются в единый скелет колонии. Полипы одиночных видов мадрипоровых кораллов могут достигать довольно большой величины. Так, диаметр подошвы некоторых видов грибовидных кораллов фунгия у наиболее крупных особей достигает 25 сантиметров. Полипы колониальных форм, напротив, обычно очень маленькие, от 1 до 5 миллиметров в диаметре. Форма колонии, образуемых мадрипоровыми кораллами, разнообразна. Одни виды образуют кустики, другие плоские решетчатые плиты, третьи похожи на цветную капусту. Имеют и шаровидные колонии. Форма колонии этих кораллов зависит, главным образом, от силы прибоя, течения, взаилевности грунта и температуры воды. Многие колониальные мадрипоровые кораллы проявляют отчетливую тенденцию к объединению колоний в единый организм, вследствие слияния полипов. Так, колония фавия имеет вид полушария с ячейстой поверхностью. Каждая ячейка это чашечка полипа. Полип сидит внутри нее и похож на маленькую актинию. В ее центре имеется рот, окруженный венчиком щупалец. У некоторых видов платегир в чашечке сидят даже не один, а 2-3 полипа. Такая чашечка имеет не округлую, а неправильную вытянутую форму. Рты полипов окружены все вместе одним венчиком щупалец. У этого коралла трудно установить, какая щупальца принадлежит какому полипу. У лобофилии в ряд сидят десятки полипов, причем границы между отдельными полипами утрачиваются еще больше, так как у некоторых соседних особей рты сливаются в общую щель. У кораллов из группы мозговиков все полипы сливаются воедино. Колонии имеют вид полушария, по поверхности которого проходят причудливые извилистые борозды, что придает кораллу вид мозга. По центру борозды проходит сплошная щель, образующаяся из слившихся воедино ртов полипов. По сторонам этого единого рта колонии сидят рядами щупальца. У мозговиков вообще невозможно установить границы полипов. Вся колония превратилась в единый организм. Модрипоровые кораллы обитают во всех зонах мирового океана и на различных глубинах. Отдельные виды встречаются в полярных и умеренных поясах. Но наибольшего видового разнообразия эти кораллы достигают только в тропиках, где они составляют основу знаменитых коралловых аифов. Для содержания модрипоровых кораллов лучше использовать большой аквариум. Причиной тому является то, что эти кораллы могут достигать довольно больших размеров в аквариуме, а также являются очень агрессивными по отношению к соседям. Практически все виды модрипоровых кораллов в качестве оружия используются стрекательные щупальцы, которыми могут легко дотянуться до соседа на расстоянии в 10-20 см. Помимо этого, стрекательные клетки модрипоровых кораллов могут выделять токсины, которые повреждают ткани других кораллов. Поэтому в рифовом аквариум модрипоровым кораллам необходимо предоставить просторный индивидуальный участок с учетом будущего роста коралла. Большую часть питательных веществ этим кораллам обеспечивают симбиотические водоросли. Для улучшения роста большинство видов желательно давать под корм из зоопланктона или очень мелко нарубленного мяса морепродуктов, либо использовать специальные жидкие корма. Пищу надо подносить непосредственно к щупальцам полипов, кормить в темное время суток. Для успешного содержания необходим яркий свет и мягкое ламинарное течение. При сильном токе воды кораллы будут чувствовать себя хуже. Вот собственно и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если вам понравилось, вы знаете что делать. Выпуск подготовлен специально для новичков сообщества Морской рифовый аквариум. Учитесь и получайте удовольствие от процесса. До новых встреч!